На этой фабрике в египетском городе Эль-Минья делают тростниковую миласу. Всё оборудование здесь старинное, и технология производства та же, что и 150 лет назад. Египтяне ценят этот сладкий густой сироп за ценные питательные качества. Его называют чёрным мёдом. «Миласу покупают хорошо, поскольку она очень популярна, особенно в пригороде Каира. В ней есть полезные вещества, такие как железо и йод. Она укрепляет организм и предотвращает некоторые болезни». За последние 10 лет цена на миласу выросла вдвое. «Сейчас выращивать сахарный тростник стало дороже. Раньше один акр обходился в 285 долларов. Теперь обходится в 855». На фабрике трудится большая бригада рабочих. Производство миласы требует много времени и больших усилий. Сначала сахарный тростник кладут в соковыжималку. «Объём получаемой миласы зависит от того, сколько времени тростник проводит в соковыжималке. Чем дольше она работает, тем выше производительность». Выжатый сок по трубам переливается в специальные котлы. Там его нагревают до 200 градусов. Потом сироп остужают, и получается миласа. На фабрике за день делают до пяти тонн чёрного мёда. Такие же технологии до сих пор используют на многих египетских заводах по производству миласы. Египтяне считают чёрный мёд десертом и едят на завтрак с лавашем и кунжутной пастой. Некоторые заменяют им сахар.